И со мной два, я даже не знаю, как назвать гости. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости, гости, вы же ведущиеся. А, уже хозяева. Вы же хозяева. Со мной два хозяева. Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник, значит, время очередной программы. Доживем до понедельника. Григорий Гельфер, Евгений опять. Я вот Евгений Гендин и Елена Кальянова в студии. Приветствуем вас. Мы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы в прямом эфире. И 370-3101, наш телефон, работает в течение выпуска. Звоните, пишите, рассказывайте, куда писать. И я Евгений Гендин. Напомню, что работает еще и социальная сеть Facebook, куда можно писать по ходу нашего прямого эфира. Мы ответим. И спасибо вам большое, друзья, что вот каждому из нас, кто пешком больше ходит, кто больше за рулем. Но все равно, тем не менее, подходят люди практически каждый день. Говорят разные слова, в основном хорошие. За это спасибо. Одно я особое. Это, наверное, нас касается. Выделю. Подошел вчера человек, ну, такой вот возрасте, и говорит, вот то ли вы, мне говорит, то ли ваш коллега, вы похожи. Вот это мне. Вот дожился, дожился, я уже похож на него. Не, так на кого? Может, я на Кальянова похожу. Мы оба красивые, допустим. Но думаю, что все-таки это мы с тобой. Но суть в том, что он говорит, вот вы часто говорите, когда рассказываете что-то, как бы. Как понимать это как бы, до слова. Он говорит, как бы это слова-паразиты у вас, или это вы посылаете нам сигнал, что информация недопроверенная, конспирологическая, не надо верить. Но ему обещал, что мы как бы подумаем над этим. Работайте над словами-паразитами. Но если мы говорим как бы быстро, то это значит слово-паразит. А если как бы с таким прищуром, это значит... Не, ну, значит, надо будет как бы следить за словами. Я без никаких как бы хочу сказать, что сегодня большой праздник у всех пишущих людей. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это, в общем-то... Все как у этого утюга сегодня, по-моему. Да, ну и, конечно же, кроме Пушкина, есть еще много людей... Второе наше все у нас есть, да. Это, значит, день журналиста сегодня. Значит, мы поздравляем всех журналистов, и простых, и заслуженных. У нас-то мэр оказался заслуженным журналистом. Но у нас день просто журналиста. Поэтому мы всех... Я просто прочитал, что в Украине... А Лену? Леночка. Лена не просто журналист. Это супер. Это украшение всего журналистского корпуса. Главное, что ты как бы... Да, я поздравляю журналистов, с которым ближе всех нахожусь, по крайней мере, полчаса в неделю. В моем деле, Леночка. И вы, негодяи, не смеете больше срезать цветы возле ее подъезда, которые она высаживает. Да, это... И подарите сегодня вот розы Леночке, Оле Владимировой тоже, в общем... Ну и всем-всем-всем журналистам хорошим, потому что их, на самом деле, очень много достойных людей. Есть, конечно, журналисты... Но только маловато. О которых говорят, что их главное искусство – это умение превращать врагов в деньги. Но мы сейчас о них не будем говорить. А мы говорим о хороших журналистах. Я просто прочитал, что в Украине ежегодно выпускается 10 тысяч бакалавров, магистров и специалистов в области журналистов. Скоро будет уже очень много. Агул пера, да? Представляешь, это круто. Но мы всех поздравляем, но наших любимых журналистов особенно. У нас столько событий нет. Я о мэри пару слов скажу. Он тоже поздравил сегодня. Фейсбук, во всяком случае, прочитала. Он сказал о том, что он имеет полное профессиональное право нас, журналистов, не любить. Но искренне поздравляет. Он же журналист, типа, тоже журналист. Заслуженный. Как бы. Заслуженный. Он сказал, чтобы мы всегда помнили о том, о том, что мы можем незаслуженно делать больно. Чтобы мы делали больно заслуженно. Журналисты. Чтобы мы делали больно заслуженно. Но я хочу сказать, да, мы с Гельфером не профессиональные журналисты и вообще не журналисты. Мы любители журналистов. Да, у нас работа есть. Но, тем не менее, наша программа, пусть и информационно ироническая, но все равно реагирует на что-то. Иногда что-то предвосхищает. Она много пишет. Спасибо, что вы пишете. Вот уже пишут, я смотрю, Станислав Казакиш написал, две достойные женщины на одно место. Не отберут ли они голоса друг у друга, а в результате всплывет Краснов. Я не знаю, что там всплывет, но мы об этом поговорим. По 27-му округу я надо уважительно ко всем кандидатам относиться. И вот написала некая Наталья Терещенко по прошлой программе. Вы так много времени уделяли Савченко, и совсем ничего, проблема города. Вы имеете доступ к горосполком, рассмотрите на сессии. Один маленький вопрос, и люди будут вам благодарны. Но я не депутат, я на сессии ничего не рассматриваю. Остановка троллейбусов 9 и 16 возле горной академии. Не нужно ее накрывать, просто поставьте лавочки для пенсионеров вдоль забора. Троллейбусы ходят с интервалом в полчаса, маршрутки поворачивают на кончера, и бедные пенсионеры, как она напишет, стоят на солнце, сознательность теряют. И для 9 миллиардов гривен бюджета города это такая мелочь, а людям будет чуть-чуть хоть меньше. Я поддерживаю абсолютно это на форму, но по-моему такая же ситуация. Это даже мой округ, но я вот смотрю, что люди сознательность все-таки не теряют. В общем, не только пенсионеры. Я просто хочу сказать, что сознательный автору Наталье Терещенко, что это очень хорошо, вот такое неравнодушие. Но в Фейсбук написать недостаточно. Можно просто прийти ко мне на прием или там написать заявление и просто рассказать и собрать подписи, что люди хотят сделать там лавочки. А вы будете делать в одном месте лавочки? Я отвечаю за свой округ. Мы разберемся. Я думаю, что этот вопрос не надо рассматривать на сессии. Надо просто, чтобы он был конкретно сформулирован. А не туповато сейчас подумать, что это подстава? То есть вопрос на странице журналистов. А получается, что это на округе Гельферовской. Мы же в Пиаре все время. А я этого зачитал. Я же еще не сказал, что мы поставим эти лавочки. Да, я Наталью Терещенко прошу все-таки написать еще раз и подтвердить. Потому что я вот сейчас... Давайте свяжемся. Может быть, этот вопрос можно решить, не освещая его в программе. У нас был в начале программы зрительский звонок. А про 27-й еще поговорим. Да, поговорим обязательно. Зритель нам посоветовал, пожелал слышать больше сатиры от нас. Сатиры? Нужно об этом подумать. Не юмор, а сатиры глубже. Кого мы сейчас будем чехвостить? Я баян принесу. Мы давайте подумаем об этом в следующей программе. Мы что-то сообщим. Я начну... Я начну с Порошенко. Я начну с Порошенко. Сатиры так сатиры. Классическая журналистская тема. Была пресс-конференция. Жди, Жди, Елена, сатиры. Поскольку день журналиста. Сходили на пресс-конференцию очень многие журналисты. Частушки про Порошенко. Поехали. До второй годовщины, с момента инаугурации провел наш президент пресс-конференцию. Я бы отметила, что президент был в очень хорошем расположении духа, он очень много шутил, просто юмор, не сатира. Сатиры было мало, он не давал себя сбить с толку, парировал. Очень было видно, что он готовился к ответу об офшорах. Он так вот как-то сказал, я не могу повторить, что он сказал, но было понятно, что он эту тему закрывает. Просто закрывает. А офшор не сазурное сказано? Нет. А офшор не закрывает, а тему закрывает. Я не помню, я не могу даже сформулировать, что он сказал, но было очень понятно, что вот он его закрыл. Мягко говоря, отстаньте так. Ну и вот три момента, на которые я лично обратила внимание, о чем говорил президент. Это первое, о безвизовом режиме. Он признал о том, что европейцы все-таки тянут время. Но он очень надеется, что нам безвизовый режим все-таки дадут. Возможно, это будет в сентябре. Мне кажется, что это самая большая ложь от президента. Мне кажется, он сам понимает, что никакого безвизового режима нам не дадут. А вдруг ты ошибешься? Ты не веришь? Во-первых, я не уверен, что это самая большая ложь от президента. Ну да, может быть. Я имею в виду в данной пресс-конференции. Еще одна ложь, на мой взгляд, это то, что он совсем ничего не знал о черной кассе партии регионов. Задали ему вопрос также, есть ли черная касса в БПП. Он сказал, естественно, ее нет. И первым, кто профинансировал свою выборную кампанию самостоятельно, это был он. И он заплатил все налоги, все честно и все хорошо. И очень интересный вопрос был о кадровой политике. Естественно, ему задали вопрос, что очень много кумовей, кумовьев, как правильно говорить? Кумовей, да, наверное? Кумовства. Кумовства. Да, очень много там и Луценко, и Штейн. Непотизм, есть красивое слово. Непотизма много. Да, и родственник его сын также рядышком где-то находится. Ну, очень красиво так парировал. Он сказал, что и премьер-министра Канады, он тоже сын, сегодняшний премьер-министр, он тоже сын премьер-министра Канады. А у Буша сын вообще президентом стал. И японский премьер, такие вот очень примеры. Так а что тебе не нравится? Ты хотела, чтобы Юлька или Ляшко, что ты, вот так вот тебе обычно говорят. Но он сказал, чтобы вы все были спокойны, сын второй раз не пойдет, скорее всего, не пойдет в депутаты, и президентом быть не собирается, и премьер-министром тоже не собирается. Поэтому будьте спокойны. Это же нормально, это мы просто его там критикуем, мы его хотим сделать лучше. Ну, он так раз жаловал, он сказал, что Луценко не кум уже, а стоит там то ли кум, то ли был. И был кум, вот кум, да, как-то очень так посыпались кумом. И просто это же у него было хорошее настроение, потому что же приняли, на самом деле проголосовали судебную реформу. Ну, я не буду погружаться, так сказать, в юридические... На него это хорошо повлияло. Да, конечно, потому что суть этой судебной реформы в том, что Запад хочет, чтобы у нас был суд как можно более независимым, но это нормально. А власть, она хочет, чтобы все-таки остались какие-то, ну, рычаги влияния на суд. И вот в этой связи идет такое глубинное противостояние, и количество людей, которые влияют на суд, становится все меньше и меньше. Но они, в общем-то, как бы, вот все выше и выше. Но президент влияет. Да, влияет. И будут посередать деньгами. Там из, значит, 7 тысяч, 5 тысяч судей, значит, все, уйдут, уйдут, значит, от тех 2 тысячи останутся. То есть, видите, как сужается вот это кольцо людей, которые имеют правое влияние. Значит, зато у судей будет зарплата, я вам скажу, значит, там у самого запудалого местного судьи 126 тысяч. Нет, они запудалыми не бывают. Нет, нет, Верховный суд 120, административный... Нет, Верховный суд 315 тысяч. Да ну, я вчера смотрела информацию. 120, 70 и 40, что-то 3, по-моему. А пока Кальянова... Ничего себе. Я думал, паузу с Гильтером. Верховный суд, значит, до 315 тысяч. Пока их давит жаба, сколько будет. До 315 тысяч. И, в общем... В месяц. Да, ну в месяц. Ну какой... Слушайтесь, 315 тысяч гривен в месяц. Зато это предполагается, что судьи будут неподкопные, неподкопные. Это проголосовали депутаты неподкопные, неподкопные. Очень хорошо сказал предполагаю. Кальянова дала свои голоса, потому что оставили им этого Носирова на фискальной системе неподкопно. Значит, фракция Апоблока дала свои голоса в расчете на то, что новые судьи не будут преследовать Бойко. То есть все как бы нормально. Все неподкопненько. Все неподкопненько, да. Это важная там реформа. Я небольшой специалист. Я верю своим товарищам. И не дай бог в эту серию поражаются. По программе «Доживем до понедельника». Венецианская комиссия одобрила то, сё. Но у нас все честные. Но есть все честные. То есть известно, кто главный, все-таки, кто сыграл главную роль в принятии этой реформы в 21 веке в нашей стране. Там, я повторяю, что у нас все честные, но есть все честные. Давайте посмотрим видео, благодаря кому состоялась всё-таки судебная реформа. Пожалуйста. Я попросил в своем выступе у всечестных отцов благословения на эту богоугодную справу. И хочу проинформовать вас, отримав это благословение. И передаю вам прохание, без святых отцов, подтримать конституционную реформу. Прежде всего, пролоббировали всечестные святые отцы. Всечестные отцы, и он передал просьбу просто от святых отцов. Я когда слышу вот такие вещи, но это мое личное, у меня такой вот фейспалм, ощущение неловкости, стыдоба. Вот как будто кто-то, ну, я не знаю, или воздух испортил в приличном обществе, либо поцеловался, что тоже, потому что это интимные штуки. Мне на чужие, наверное, свои поцелуи, я с удовольствием смотрю, а на чужие. То есть это интимные. Ну, веруешь ты, но при чем тут конституционные изменения? Что ж тыкать? Это вот тем более тех, которые по этой самой конституции отделены как бы от государства. Ну, хорошо, хоть Петр Алексеевич кадилом не махал на трибуне. Ну, 21 век на дворе такая вот архаика, я это называю такой псалмонеллез, не говоря там, что это некий шантаж. Святые отцы, ну, то есть мне это действительно ощущение неловкости. То есть, а если святые отцы скажут Петру Алексеевичу с 10 этажа, допустим, прыгать, вот он пранят или нет? И благословят. Да, мне понравилось, как в комментах я написал об этом своем сатирическом возмущении, написал кто-то в комментах, а если в роли святых отцов, не дай бог пранкер. Ну, короче, приняли, давайте поставим на этом вот точку. Приняли эту реформу, внимание на экран. Вот что крест-то животворящий делает. С Божьей помощью называется. Да, да, ну, я хочу сказать, что все-таки, как писал по поводу Александра Сергеевича сегодня, тогда, в то время другой поэт, есть высший суд, понимаешь? И вот этот вот высший суд, он сказал, что надо судебную реформу делать такую. Так что все нормально, по инстанциям. Но есть ведь над высшим еще высшие апелляционные. Ну, я хочу продолжить тему о доходах, коль мы тут затронули зарплаты. О бабках, да? О бабках, да. Зарплаты судей. Вот очень интересное событие, удивительное для меня лично, я думаю, что для многих тоже, состоялось в Швейцарии. В Швейцарии много таких удивительных событий. У них прошел референдум, и почти 80% жителей этой страны проголосовали на референдуме против введения безусловного базового дохода. Что это такое? Это означает, что каждый гражданин страны сегодня имеет право получать 2500 швейцарских франков на человека, независимо работает он или нет. Да, на детей 625 франков, немножко меньше сумма. И вот как очень подчеркивали швейцарские СМИ, почему жители проголосовали против, они по-прежнему считают, что каждый в Швейцарии должен зарабатывать себе на хлеб потом, трудом, а не вот подобным способом. И функционировать они хотят по принципу, от каждого по способностям, каждому по трудам. То есть они отказались от халявных денег? Отказались от 2500 швейцарских евро. Я думаю, что в Украине тоже бы проголосовали против того, чтобы швейцарцы получали на халяву. Конечно, конечно. Потому что в Украине есть свои деньги. И вот я тут, есть статистика определенная по поводу зарплат мужчин и женщин. Значит, вот оказывается, что женщины в среднем получают на одну треть меньше, чем мужчины. То есть средняя заработная плата мужчины 5739 гривен. Это сколько в этих швейцарских франках? Ну, я думаю, нисколько. Что-то там где-то, да. Это сикшмару франции. Меньше, чем 2500. А женщины получают 3966 гривен средняя зарплата. И это практически по всем отраслям, кроме сферы культуры. Вот в сфере культуры надо отдать должное. Женщины получают на 190 гривен, значит, больше, чем мужчины. Потому что мужчины культурные и уступают женщинам. Ну, это статистика. А вообще верить всем этим цифрам или не верить, это... В Швейцарии все верить, верить. Нет, в Швейцарии, да. А у нас, например, выходит социология. И тут написано расклад отношений жителей городов к городским властям. А каких городов? Вот актив группа какая-то, не знаю. То есть, ну, Филатов написал, вот видите, вот все, смотрите, вот. А это я еще рукава не засучил. Значит, Львов 76% в целом одобряет. Филатова? 7% Кадова воздерживается и 17% ну, типа, против. Да, негативно. Я представляю, сейчас противники Филатовского муниципального. Харьков, Харьков. Где нашли? Вот Харьков на втором месте. 62% относятся позитивно, 23% воздерживается, 14% против. Днепробедровск, третье место, 55% относятся позитивно. Да? Да. Ну, к городской власти. Городской власти или к Филатову? К городской власти, ну, Филатов у нас лидер, 16% воздерживается и 29% против. Одесса, 47% за, 21% воздерживается, 32% против. Киев, 46% поддерживает, 24% воздерживается, 30% против. Почетное, нормальное, третье место. Это статистика в городе, я имею в виду, наш город. Это в городе Днепропетровске была еще или в Днепре статистика? Да, вот это вот, я думаю, что еще в Днепропетровске. Потому что все-таки, да, у нас неделя, да, это процесс для кого-то позитивный, но для меня я тоже полноправный житель этого города. Для кого-то болезненный, я это понимаю, но в любом случае он необратимый, и это понятно. Значит, мы уже можем же считать, что мы уже Днепр как бы официально, да, Порубей подписал постановление. Да, не как бы, мы уже официально. Да, там ОПО-блок, и в частности, это одна из соломинок, за которой там умирающий ОПО-блок, но ему же наша власть не дает умереть никак своими глупостями. Вот, но вилку дул щеки, то шарики дул, то щеки, что постановление оботменяешь, да, они подали. Но только 18 нардепов попыталось спасти название Днепропетровск. 18, вдумайтесь, из них 4 это БПП, там трое не местных, не наших, и один Иван Иванович Куличенко из Днепровских, один внефракционный, Безбах, да, это Пенчуковский, да, депутат, вот, и всего лишь 13 из ОПО-блока, да, это вообще позорище, они не отстояли это, то есть из 13 сам Санцеликий канонизированный Александр Юрьевич, Колесников, не который Б, а который Д, Колесников, и Павлов, то есть ни одного днепровца, все криворожцы или кривороженики, как правильно, криворожане. Вот, короче говоря, детка, это Днепр, а сейчас же запускает, то есть если я поддержал Днепр, сейчас Денисенко запускает, что сейчас область Сечиславскую. Вот лично я здесь как бы не нравится, я сейчас и в Кусовых, я это не поддержу. Ты сберешься в Верховную, но это же сложно. То есть мы главную реку, мы главную реку приватизировали Днепр, не только Украина, вообще главную там реку, знаковую, великую, так пусть мы уже Днепровская область. А почему она Днепровская не может быть? Но я протесты устраивать не буду, подчинюсь как бы закону, я не поддерживаю Сечиславскую область. Ну это все сложно, с переименованием области ведь там сложнее гораздо процесс, там нужны изменения в Конституцию. У меня все по переименованию. Поехали в Тебе. Говоры грядут в нашем городе. Ой, грядут, ой, 19 июля. Грядут уже очень активно, я думаю, что все уже заметили большое количество агитаций на улицах. Еще до официального объявления. До официального старта, до официального разрешения. Это же не агитация, это просто такие правильные слова. Вся улица космическая в портретах кандидата, очень много палаток, очень много газет раздают. Путаница в цветах. Путаница в цветах, да. Хотя с количеством кандидатов так до сих пор и не определились. Они постоянно новые, новые возникают. Мы сейчас сидим, а в это время рождаются новые кандидаты. 27 округ уже просто не воссетит какой-то столица. То есть они действительно как грибы растут, и как белые, и как мухоморы, и поганки. Мы на прошлой передаче говорили, и глюциногенные грибы тоже наблюдаются среди кандидатов. Но на самом деле есть плюс, я серьезно говорю, такого количества вполне достойных людей там есть, с моей точки зрения, на моем 27 округе, и на вашем же, напомню. Я не помню. Но что ж, чем больше достойных людей и больше шансов для недостойных победить. Вроде бы по теории вероятности это неверно, а так оно получается. Потому что они все тут даринули. У меня есть свой кандидат, не буду показывать. У меня есть своя кандидат. Да, которая по всем параметрам, безусловно, лучшим. Ладно, посмотрим. Вам еще иск в чинят суд. У нас тоже есть свои кандидаты. Я замечу, что если бы кандидаты от всех, замечательные кандидаты от шикарных прогрессивных сил взяли и договорились бы, ха-ха-ха-ха, это сатира, это фантастика, то я поддержал бы его или ее. Но сегодня, я знаю, еще Крупский там выдвинулся, там Жуков и так далее. Вот про Рыженко, наверное, Гарик там скажет. Но базовые рейтинги, понятно, что были у Крупа как бы выше на этой... Во времена, когда Филатов баллотировался. Да, у БПП, почему они делают какие-то телодвижения там 4-5, но это у Крупа. Там же узнаваемость, допустим, там Чукли, Рычковы еще лично не очень известна. Ну, короче, там какое-то вот такое рубило. А я закончу там с вами, что с другой стороны радует, что много хороших людей хотят сделать хорошо на моем округе. Пошли все. На нашем. Не пошел только... Не на нашем. Из хороших людей не пошел только Иисус, но еще не дедлайн. Все может быть, и многое чудо мы увидим. Ты про Рыженко. И Мишин, да, я знаю, о чем я хотел сказать. Да, и у нас звонок есть. Да, я хочу сказать, что я вот это, когда было позавчера, когда вот я увидел такую новость, что БПП выдвигает Сергея Анатольевича Рыженко. Это очень достойный человек, это главный врач больницы Мечникова. Я не буду о нем говорить, я думаю, его весь город знает. Я ему даже позвонил, и он... Ну, это же на моем округе больница тоже находится. Мы с добрых отношениях с Сергеем Анатольевичем. Он так засмеялся, как бы, немножко нервно и сказал, что, ну, они там решили, у меня больница, мне нужно, в общем-то, заниматься тем, чем я занимаюсь. И он же в Фейсбуке написал, что я и в очереди не стоял, и в кандидаты не просился, и моя передовая – это больница Мечникова. То есть, ну, это, в общем-то, достойная, как бы, позиция. Я не знаю, там, насколько есть какие-то там месседжи свыше, которые надо выполнять. Ну, то, что Сергей Анатольевич, ну, на своем месте, и он выполняет свою функцию, ну, наидостойнейшим образом, это знают все. Ну, и вот его заместитель Юрий Скребец, он сказал тоже, что он не политик. Отступать не умеет, и с передовой не уйдет, пока продолжается война. Молодцы. Я думаю, что технологически БПП достаточно, может быть, это цинично, но сценарий с точки зрения голой политтехнологии достаточно был правильный. Роженко тяжеловес, он уважаемый бы, много бы собрал. Мой сценарий, это я так думаю, он бы потом все-таки рычковые голоса, как бы, передал, и так далее. Ну, это же все равно формальный передач. Да, но Роженко, очевидно, не захотел, чтобы его юзали. Это, наверное, что значит передал голоса. Да, это нельзя передать. А в этом ничего нету, как бы, такого? Нет, он может пожелать. Она не всегда так бывает. Конечно. Это иллюзия. У нас есть звонок, зрительский вопрос, давайте послушаем. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел бы услышать ваше мнение по поводу высказывания Порубия о том, что и вот ваше высказывание, мое мнение, оно, с ним нечего считаться, потому что все на Востоке, они недочеловеки, они переселены. Он что, дословно так сказал? Он так сказал дословно, да. Я не думаю, что там было слово недочеловеки, я не знаю. Ну, может, такого не было, но то, что тут переселенцы не коренные украинцы, и поэтому с ними нечего считаться, и их мнение нечего учитывать, это его конкретное слово. Переселенцы с Востока. Переселенцы откуда? Ну, с России вроде бы. Надо почитать высказывание. Я не думаю, что он сказал там. Если он так сказал дословно, то он козел. Но я не верю в то, что он так сказал. Нужно давать. Надо почитать. Может, его сейчас требуют же извинения. Не, ну мы прочитаем это, я не знаю. Я реально не знаю. Не, ну мы найдем, мы обещаем, мы найдем это высказывание. Спасибо, что сказали, мы будем искать это высказывание. Обязательно мы посмотрим и расскажем. У нас 5 минут остается, у нас еще есть приз, который мы должны вручить. Не забудьте, пожалуйста, оставить время об этом. Очень такая, очень яркая новость, тут мы о переселенцах заговорили, это уже одна из крупнейших американских авиакомпаний Дельта, она знает, кому принадлежит Крым. Там есть такой развлекательный портал прямо в салонах самолета. И есть вопрос во время одной из игр, в состав какой страны входит полуостров Крым. И варианты ответа в Болгарии, Румынии, Украине и Беларусь. Там нет даже Турции. А кто отвечает неправильно, их просто самолеты просят. Вот россияне очень оскорбились и даже угрожают забыть о рейсах Дельты и разорить компанию. Перестанем, дескать, летать самолетами Дельты. Я очень коротко хочу вернуться все-таки из Дельты в наш город. И я хочу сказать, что тополя, к которым город привык, по-видимому, они доживают последние дни. Потому что, как сказал Михаил Лысенко, очень такой пассионарный заместитель мэра, что это такое быдляческое советское прошлое. И мы их поменяем на клёны, липы, плотаны. И я думаю, что скорее всего так будет. Ну, максимум три тополя у нас в городе останется. Это первый, второй и третий. А остальное... Но воздух в городе дают же не только деревья. И прежде всего не деревья, а люди. Люди, которые здесь что-то созидают. И вот у нас очень большая потеря. Не только, на мой взгляд, в городе. Воздуха стало меньше, духа стало меньше. Ушел совершенно уникальный человек. Человек, причем, который не лез на какие-то там эфиры и прочее. Человек, который каждый день делал, действительно, выполнял свою миссию. Владимир Ильич Скуратовский, преподаватель консерватории, членом союза композиторов, заслуженный деятель искусства и так далее. Это все регалии. Энциклопедический человек. И вот именно штучный, духовный человек. Как ни банально не звучит клише, который жил по формату жизни. И все меньше и меньше этими токами. У нас в городе много... Мы не успеем видео показать, но, я думаю, вы найдете. Посмотрите в Ютубе. Много очень хорошего. Есть, слава Богу, такая возможность. И Владимир Скуратовский. Я просто больше скажу, буквально полминуты скажу, что у нас в городе много талантливых людей. И у нас город классный. Я его люблю за вот это вот... Много людей созидающих. Но не так много людей талантливых, созидающих, которые поставили свою целью делиться. Вот делиться с другими людьми. С Куратовский, это не потому, что вот ушел человек. Я очень часто его встречал, он недалеко от меня жил. Мы были не очень... Ну, мы так, слегка знакомы. Мне каждый раз, я думал, вот блин, ну, мне интересно, как он живет. Ну, мы встречаемся, мы обязательно поговорим. А вот 53 года он упал. На сцене его была миссия «Дети». Это проекты «Юная опера», «Мастерская слова». Там дети лепили, вот он и Ольга Скуратовская, кино там. И музыка, конечно, музыка. Его в пятницу ждали на концерте в консерватории. В воскресенье должна была быть лекция. Но на сцене, так как бы, смерть, в общем-то, красивая, моментально. Акомпанировал он концерт Трахманинова, который мечтал играть. Он первый раз его играл, своему ученику аккомпанировал. И на сцене во время этого произошел вот инсульт, и он моментально покинул нас. Но «Светлая память». И тут пишут и в нашу программу, и мне, может быть, там про улицу лететь, и на школу, и так далее. Я думаю, что на художественном совете на этой неделе, я думаю, что какой-то школе надо прислать. Это человек действительно достойный. Это воздух нашего города, которого стало меньше. Да, «Светлая память». «Светлая память», да, с Куратовским. И на сегодня будем заканчивать. Будем заканчивать опять футболкой. У нас был конкурс, я сейчас покажу футболочку на лучший комментарий по поводу, почему хорошо жить в Днепре, в городе с новым названием. И Женя зачитает, что мы решили. Футболочку сейчас покажу. Футболочка еще раз, она с дизайном, знаменитым дизайном, уже ставшим Днепровской рыбкой. Она в единственном экземпляре. На прошлой программе мы зачитывали какие-то стихотворные, прозаичные, за это время, я бы соврал, потому что нас завалили этими, но тем не менее, было из чего выбирать. Мы как бы единогласно, мы единогласно решили? Конечно, да, мы договорились перед эфиром. Спасибо вот и Роману Гамасенко, и Василию Старовойтову, но все-таки Днепр непростой. Это первые три номината. Да, такое эксклюзивное, стильное признание. Катрин Штейн написала, в полдень ночью на заре, жизнь прекрасна лишь в Днепре. А у нее не то, это Старовойтова читала. Она написала, это более... Катрин Штейн вот что написала. Если ты не жил в Днепре, как тебе я объясню? Днепр лучше на земле, город в стиле Урбан-Ню. Не Корбан, как ты сказал, просто Урбан-Ню. Она написала стих, спустился из космоса, я ни при чем. Катрин Штейн, я думаю, получает футболку. Она может быть великовата, но я думаю, что... Пусть поправляются. Зачем? Девушки, все, она сама, я думаю, решит, что ей делать. Мы поздравляем Катрин Штейн с такой вот футболочкой, которая вообще-то мне предназначалась. Ну, ты же ничего не сочинил, да, ты же ничего не сочинил. Ну, и вот, собственно, на сегодня все. Спасибо вам за участие в нашей программе, спасибо за комментарии. Пишите, звоните. Пишите, да, продолжайте это делать в течение недели. Женя на страничке. С днем журналиста тебя еще раз спрашивает, деточка. Спасибо, с днем журналиста, коллег, тоже поздравляю, спасибо большое. Все, доживем до понедельника. До свидания. С демоном. Демоны, обуви. Дву гостя, просто лучше два гостя. А чем гостя? Двости, вы же и так, вы мужские. Мы же хозяева. Вы же хозяева. Спасибо, с демоном. Спасибо.